всем огромнейший привет сегодня у нас разговор пойдет о колоде таро лабиринт колода раю автор четыре года консультировался самыми разными тарологами изучал самые разные системы для того чтобы создать этот замечательный инструмент что такое лабиринт лабиринт это нечто что-то запутанное что-то на что тяжело найти ответ поэтому колода лучше всего подходит для запутанных ситуаций для ситуации которым нужно найти решение для тех проблем которые уже давно накопились и нужно ситуацию распутать нужно ситуацию решить именно сегодня мы поговорим об этой колоде кому она подойдет кому она не подойдет какие у нее нюансы если интересно оставайтесь на канале элитка гадалка и я рада вас видеть на своем канале колода испанская и как вы знаете она уже является такой махровой классикой потому что ей уже ну лет так девять точно а может быть и 10 то есть колода не новая она не понравится тем кто не любит марсельскую систему кто не любит не прорисованные младшие арканы хотя признаться они тут прорисованы но достаточно таком минималистичном стиле можно ли использовать эту систему как марсель да можно можно ли использовать ее для каких-то других систем да можно в частности здесь есть очень интересные вот такие вот линии которые похожи на сигилы или на печати до для решения вопросов вот эти вот знаки их также можно использовать в эзотерике кому она не понравится не подойдет не понравится во первых тем кто не любит римские числа потому что я знаю тех людей кто любит столько арабские вот здесь вот римские вот эти вот это тоже на любителя вот как часы кто-то любит строго римские числа а кто-то любит только арабский так и здесь да здесь она вся такого красивого красивого бронзового золотистого цвета цвет не дешевого золота а цвет очень такой красивый благородный также есть мнение что все золотистые бронзовые металлизированные колоды хорошо работает на денежные вопросы на все темы связанные в чем ваше золото в чем ваше богатство если хотите я сделаю на эту тему онлайн расклад ну конечно вот шестерка кубков да вот вроде бы кубки но почему-то в красной гамме это немножко странно для меня то есть возможно у меня конкретно вот эта колода будет работать как огонь до как огненная лава потому что для меня кубки традиционно это только голубой цвет но никак не красный обратите внимание здесь красная огненная лава это что-то непонятно для меня но с другой стороны расширяется граница восприятия стихий и здесь уже не просто голубенькая охлаждающая водичка есть уже совершенно другая история вырисовывается ну и например ту же зла вот такой да вот скипетр жезл посмотрите какие болезненные удары можно нанести мы понимаем что здесь зеленый цвет мы понимаем что для жезлов зеленый цвет в принципе неплохо ну как бы у меня все равно зеленый это больше о пентакли то есть в этой колоде вполне возможно что жезлы будут срабатывать не как традиционная масть скорости быстроты активности а как масть каких-то вот плодов каких-то обогащений каких-то материальных ресурсов поэтому нужно внимательно здесь жезлы такие с колючками не такие уж простые обратите тоже на это внимание дальше что еще интересно но про знаки эти я сказала у кого-то будут работать у кого-то они не будут пентакли здесь предоставлено вот такой вот желтой гаммой нормально абсолютно дан монетки и монетки хорошо будет работать и тех кто любит игральные карты кто не любит излишества то не любит оракульные колоды кто не любит 78 дверей и же с ними и давайте посмотрим теперь старшие старшие обратите внимание ну вот например жрец у меня да вот что-то все равно в рисовке есть ближе к раулианской и да для меня это абсолютно колода для либо минималистов либо будет больше она мужская идет и я вам чуть не забыла показать мечи вот так выглядит мечи десятка мечи обратите внимание тоже абсолютно нравится то что голубой гамме не выдержанно нравится что нет ничего лишнего но как по мне здесь младшие арканы могут проигрываться не классически за счет того что цветовая гамма цветовая калибровка их немножечко по-другому сделала по-другому что еще мне нравится здесь вот точное соответствие вот например собака боролась с пакетом уже все уже собрала король жезла в зеленом одеяние обнаженный молодой ну и мазь тоже жезла вся в зеленой гамме выдержана все все рисовки как будто бы немножко в дымке как будто бы немножко как будто бы видение либо сон либо что-то такое то есть нет такого четкого туз кубка вообще для меня очень какой-то неприятный вот это алая гамма вот как будто бы это кровь или что-то вот такое неприятное и хочу еще немножко по старшим пройтись вот дьявол на мой взгляд очень красиво выглядит все четко все понятно то есть дьявол это именно дьявол со своим мечом теми кого он порабощает со змеем искусителем то есть тут все как бы окей умеренность здесь у нас также классическая если у вас зрение не стопроцентная вам эти карты будут мелковаты потому что изображение мало того что они ману монохромные да вот в одну в одной цветовой гамме монохром так они еще и очень мелкие то есть вполне возможно что если у вас зрение не очень не алё то вам это колоду не если вы не любите яркие колоды если вы занимаетесь каким-либо искусством графику обожаете живопись вообще в целом вот вы имеете отношение к рисункам вам она очень понравится за счет своей креативность еще того что от нее не устают глаза за счет того что она не вычурная она не яркая она не оляповато но вот это вот соответствие красный цвет кубков зеленый цвет уже зла мне не сильно нравится а коричневый я бы лучше бы отдала жезлом пентаклем бы я дала бы зеленый традиционно но понятно что голубой я бы оставила у мечей так как есть сейчас что еще женщину вот королева жезлов опять же тоже в зеленом какая-то сутулая собака сгорбленная вот непонятно совершенно мне это не так я себе представляю королеву жезлов где ее стать дею горделивость дею харизма да она сидит какая-то пригорюнилась скрученная скорчена ну совершенно не алю совершенно не королева жезлов для меня дальше восьмерка жезлов здесь тоже вот такие булавки палочки летят тут ничего оригинального нету в этой карте карта суд но здесь вострубение оживления здесь тоже все понятно обновленные беленькие чистые восстают тут как бы тоже все понятно тройка жезлов здесь тоже ничего оригинального я не нашла для себя туз мечей кстати здесь вот с таким вот как будто бы корона перевернута или лист вот вот сразу вот тема осени почему-то да вот дожди осень вот как будто бы засохший желтый лист но вот у меня такие ассоциации хорошо прорисован мне нравится мне вот конкретно эта карта считаю удачной императрица опять же черное и белое и вроде бы колонны есть но вот какие то здесь женщины немножко перепуганы будто бы вот в ожидании чего-то вот не хватает им какой-то королевской стати и спокойствие да вот величие какого-то вот уверенность вот неспешность такая вот нет у них вот этого королевского достоинства вроде бы как королевы нарисованы для того чтобы быть королевой на карте недостаточно нарисовать корону вот не излучают это кстати вот шут смотрите какой интересный шут мне очень нравится шут при том что он в рванье абсолютнейшим но вот он такой упрямый он прям вот стойко идет к своим целям сейчас я попробую его приблизить для вас вот смотрите попрошу вот прям вот чувствуется его величие и сразу же покажу вам королеву поближе вот нету в ней вот я лично не вижу достоинства вот она сидит она руку положила на ощущение что она вот отсиживает вот выжидает когда уже с того трона и нужно будет сойти когда она уже сможет заниматься совершенно иными вещами так давайте посмотрим дальше на какой возраст это колода рассчитан трудно сказать мне кажется больше для минималистов для любителей графики вот кстати карта мах мог мне здесь нравится у него есть и стол у него есть тут все стихи пойдет зайдет ли это колода марсельцам зайдет зайдет ли это колода караулианцам я думаю да для тех кто любит райдера увей то я думаю что она не очень зайдет для тех кто любит орокольные колоды тоже не зайдет больше мужская для мужчин с хорошим зрением ну вот опять же королева мечей ну вот какая-то пацан когда вот что такое вот в ней есть пацанистая очень странный ракурс и эти басы и сапожки и ноги не будет королева мечей басой вот правда для меня баса может быть королева пентакли да королева мечей нет конечно же в общем для того чтобы королева мечей стала королева мечей и недостаточно просто пририсовать меч понимаете тут не показан интеллект тут не показано ничего король мечей король мечей достаточно молод я вот почему-то считаю что он должен быть постарше вот в моем восприятии королева кубков красивая но она тоже у нас идет с мечом что удивительно красивая карта я бы подумал что-то королева жезлов если бы я не видела мечи вот пола оборота вот такая вот королева кубка ну и король кубков такой же у нас прям вот кузнец да вот ощущение что это кузнец страшные вот мне кажется кубки самая карающая масть вот как это ни странно да вот лава вот сразу вот мысли вулкана халави вот обо всем этом так дальше кто у нас валет кубков тоже вот девушка караулянская система на какие вопросы смотреть но на какие-то глубокие вопросы безусловно на бытовуху мне кажется нет эта колода не подойдет кстати карта мир подойдет ли она на вопросы любовной темы может подойти но если какие-то чересчур запутанные ситуации да вот лабиринты вот действительно когда ты не можешь разобраться когда ты можешь решить ребус своей жизни вот тогда я думаю да эта колода может стать хорошим подспорьем буду ли я ее регулярно применять своих раскладах что могу сказать не могу сказать однозначно что да не могу сказать что она вот полностью вот в моем стиле я люблю поярче люблю по оракуль не и полоды как вы знаете ну то что она уникальная то что она очень стильная это да то что она нравится людям это тоже да особенно вот тем кто постарше вот почему-то от нее видит какой-то солидностью сдержанностью и она не пугает она вот если вы далеки от таро она вот создает какое-то ощущение спокойствия именно у тех людей кто далек от системы таро кто еще не завязан как мы вот на сим символики цвета поэтому вот как например тоже рыцарь кубка вот для меня это как будто бы карта смерть вот правда вот такая страшная вот вот ну честно тут явно кубки это огонь явно же идет на это намек что у нас еще вот такая вот такой есть валет жезлов тоже вот если не на что-то валет жезлов вот какая-то девушка себе будет ли это кому-то работать оракуль на надо пробовать да то есть я бы сказала бы что то какая-то девушка в ожидании хотя наоборот валет жезлов должен быть самый быстрый самый решительный самый активный из всех императорный император мне нравится зрелый мужчина тут все окей жрица жрица тоже все меня устраивает все красиво все хорошо такая папа я бы сказала тут все прекрасно звезда тоже нравится карта успокоения можно ли эту колоду использовать для ритуалов я думаю только не младшие арканы старшие до младшей нет потому что младшие могут быть ковардами могут проигрываться совершенно по-другому стихии то есть пока вы не проверите пожалуйста младшие не применяйте ни в каких ритуалах будет ли это колода нравится в инстаграме я думаю что нет потому что в инстаграме нужно что-то поярче что-то по попсове это колода не попсово это колода для гурманов это колода прекрасного качества полиграфии и конечно же для больших раскладов она также может применяться от нее не устают глаза но при этом мне кажется как карта совет для решения вот как лабиринт распутать да как распутать вашу ситуацию также можно применять напишите на какие темы вы хотите онлайн гадания на ней вот карта башня кстати тоже вот вроде бы и башня и страшно но она светлая идет дым и вроде бы как непонятно то ли изнутри идет разрушение да то ли и снаружи получается двойное разрушение изнутри и снаружи хотя сдалека вот знаете вот первая мысль котельная из моего детства из которой шел дым который вообще никакого страха у меня не вызывал потому что я с детства привыкла видеть вот это из окна своего дома король пентакли красивый с вот такой вот в огромнейшей монетой зрелый седой бородатый все как я люблю каким и должен быть король пентакли в моем восприятии в моей картине мира влюбленные тоже вот две девушки получается выбирает да вот какую из них выбрать блондинку или брюнетку грудастую и попастую ну понятно все как обычно тоже ну и еще тут карта солнца на карте солнца здесь нет детей мне кажется на вопросы детей это колода будет не сильно хорошо отвечать она какая-то мне кажется колода больше child free больше для людей эгоистов для людей которые не собирается всю жизнь посвящать детям и внукам вот любовь да вот они соединены два красивых тела солнца все так монументально сложная колода я не могу сказать что она утешал к нет это не колода утешал к я не могу сказать что она будет прям такая чересчур конкретно в лоб говорить правду матку не могу этого сказать делали ли мне на ней расклады доделали да это было очень классно это было лет наверно ну 10 11 назад и все очень даже было четенько совмещалась эта колода с обычными игральными картами да в принципе я думаю можно работать с ней только со старшими арканами потому что младшие тут вот для меня вот вот этот вот кубки вызывают вопросы и жезлы немного вызывают вопросы поэтому дорогие мои обязательно попробуйте эту колоду как она проигрывается у вас на вопросах прошлого на этом и сегодняшнее видео завершаем всем большое спасибо кто посмотрел это видео до конца кто поставил лайк кто написал комментарий ищите какие вы хотите в темы на данной колоде чтобы мы разобрали онлайн гадания может быть и у кого она есть напишите что вам не нравится что не нравится насколько вообще эта колода вам зашла насколько она стала у вас любимой и вообще как вы относитесь к колодам издательство фурне у меня их достаточно много есть и интересно послушать ваше мнение на мой взгляд издательство фурне очень креативные колоды достаточно доступные по цене и очень оригинальной рисовки со своим уже узнаваемым почерком на этом все вы на канале гадалка подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии мы с вами видимся очень очень скоро всем пока